В продолжении темы предлагаем поговорить с экспертом в студии. К нашему эфиру присоединяется руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций развития лаборатории Альберт Аскаров. Альберт Мухтарович, доброе утро. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в студии. Только что просмотрели сюжет и в завершении наш коллега Раон отметил, что клещи кусают выборочно. Не всех. С чем это связано, еще раз давайте проговорим. И вообще есть какая-то статистика? Доброе утро. Сколько их уже укусили? Или все-таки кусают всех? Клещи кусают всех. Да. Там никак на группу крови не зависит? Да, от группы крови это не зависит, потому что клещ не может определить группу крови. Поэтому клещи кусают всех, кто находится в природных очагах данных инфекций. На территории Казахстана насчитывается более 50 видов различных их содовых клещей. Но наибольшую опасность для населения представляют клещи, которые переносят возбудители особо опасных инфекций, такие как конго-крымская геморгическая лихорадка, клещевой вирусный энцефалит, тулеремия, клещевой барелиоз или болезнь Лайма. Как уже было сказано, у нас находятся природные очаги Чумук в Казахстане, это природные очаги Конго-Крымской геморгической лихорадки в четырех регионах Казлардинской, Жамбулской, Туркестанской области и город Шымкен. Природные очаги клещевого вирусного энцефалита и клещевого барелиоза. Это Алматинская, Кмолинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская область и город Алматы. Ежегодно в этих природных очагах сотни людей подвергаются укусам клещей, из них несколько десятков заболевают. Вот в 2023 году Конго-Крымской геморгической лихорадкой заболело 40 человек, клещевым вирусным энцефалитом и клещевым барелиозом 24 человека. Это много или мало? По сравнению с прошлым годом, какая статистика? Ну, статистика ежегодно приблизительно одинаковая. Но вы сказали, растет. Да, но это растет в связи с тем, что связано с климатическими факторами. Значит, лето наступает раньше, температура повышается, и это как бы влияет на клещей, и они начинают свой ареал распространять. То есть ареал распространения клещей увеличивается, в связи с этим население подвергается большей опасности. Сезон выхода клещей на поверхность и их активность также увеличивается, потому что температура ежегодно повышается. То есть климат основной... Климат влияет серьезно на активность и расширение ареала клещей. Хорошо. Если мы не можем предпринять конкретных действий, чтобы снизить количество, уменьшить количество этих клещей, тогда как человек должен себя безопасить, как проговорилось и в сюжете, и если он увидел на теле клеща, что он в первую очередь должен... Здесь очень важно. Ну, значит, в принципе, мы можем влиять на численность клещей и их активность. Это, как уже сказали предыдущие наши спикеры, проводится, значит, дезобработка вокруг населенных пунктов, дезобработка скотопомещений, применение репеллентов и так далее. Также в Казахстане в соответствии с национальным календарем профилактических прививок проводится вакцинация против клещевого вирусного мицефалита. То есть это лица, проживающие или работающие в природных очагах данной инфекции. Для того, чтобы себя обезопасить, конечно, люди, которые проживают в природных очагах, скажем, вот этих особо опасных инфекций, необходимо... Первое, берем, получаем вакцину. Значит, против клещевого вирусного мицефалита получаем вакцину. Дальше. Против конго-крымской геморрегической лихорадки и баррелеза вакцина и существует на сегодняшний день эффективно. Дальше. При выходе, значит, на природу необходимо одевать одежду, значит, с длинным рукавом, штанины заправлять обязательно в носки. Полностью закрытая. Закрытая, да. Головной убор. Желательно осветловать, значит, тона, чтобы было видно клещи. Периодически проводить сам осмотр или взаимный осмотр на наличие клеща на теле и одежде. И при возвращении домой обязательно также проводить осмотр. Желательно одежду потом прокипятить, простирать. Горячая вода, так как могут быть клещи не обнаружены. В случае все-таки обнаружения клеща или укуса клеща, необходимо, конечно, сразу обратиться в травматологический пункт в ближайшее медицинское учреждение. Куда нужно обращаться в первую очередь? Нужно ли сохранить этого клеща, потому что вы же говорили, ну, то есть мы знаем... Если вы самостоятельно удалили клеща, надо его положить в баночку, сохранить и отнести, значит, в медицинское учреждение, где дальше его, значит, будут обследовать на наличие возбудителя вот этих инфекций. Прям в любую поликлинику, то есть вообще в любую медицинскую... Ну, это передадут потом, значит, в лабораторию санитарной службы, где будут обследовать клеща на наличие возбудителя. А есть какая-то горячая линия, вот как вот 102, вот сразу попадаешь именно к необходимому специалисту, чтобы он сказал, вот нужно делать вот это, вот это, вот это? Для чего этот вопрос сейчас поясню? Пока мы нашли этого клеща в баночке, привезли в поликлинику, пока они отвезли в лабораторию, насколько быстро будет, скажите, развиваться вирус, потому что пока мы дождемся результата анализа, у нас в теле все... Ну, в данном случае это не играет роли, потому что если человек обнаружил клеща или подвергся укус клеща, он в любом случае должен обратиться в травматологический пункт медицинского учреждения, где ему или извлекут клеща, или, значит, обработают место и обязательно поставит его под медицинское наблюдение на максимальный срок инкаббационного периода того или иного заболевания. При КГГЛ это 14 дней, при клещевом боррелиозе тоже 14 дней, и при клещевом вирусном инсуле 21 день, где он будет наблюдаться в течение этого периода с ежедневной термометрией. А вот скажите, бывает так, что человек не знает, что его укусил клещ, да? Какие симптомы должен испытывать человек, чтобы понять, что надо бить тревогу? Значит, обязательно будет повышение температуры резкое. На какой день? На какие сутки или сразу? Ну, может быть, через сутки, может быть, через нескольких суток, может быть, в конце инкаббационного периода. Все зависит от дозы полученного возбудителя. Дальше? Недомогание, слабость и, значит, головные боли. Ну, и дальше симптомы характерные. Какой ОРВИ, да, я так понимаю? Да, да, да. Температура, слабость. Да, ну, при, скажем, конго-крымской геморрагической лихорадке больной сразу определяет, что у него сразу наступило заболевание, и, зная, что он находится в природном очаге, конечно, он должен сразу... Ну, а каким образом больной может определить, что у него конго-крымская геморрагическая лихорадка? Он не может ее определить, но он должен немедленно обратиться в медицинское учреждение Учреждение для того, чтобы ему поставили диагноз и при необходимости госпитализировали и назначили лечение. Вот здесь, Альберт Мухтарович, вы очень важно подметили, что если мы накануне выехали на природу, к примеру, или не обязательно, клещи только на природе же, или он может забраться домой, не знаю, в постели же, может быть? При конго-крымской геморрагической лихорадке, значит, в основном заболевают люди, которые ухаживают за сельскохозяйственным скотом, домашними или такими. Поэтому здесь также вот это наибольшая группа, которые риск... Должны быть бдительны. Да. Если вдруг повышается температура, чувствуется озноб, то это не факт, что у ИРВИ, скорее всего, нужно пойти... Скорее всего, это да. А вот как быть, когда человек находится в... ну, как вот говорят, на Джайляу, в сельской местности, там нет рядом никаких лабораторий, нет травмпунктов, что делать в такой ситуации? Но в то же время телефон-то сотовый есть, может быть, работает. Как связаться? Вот я поэтому спрашиваю о том, есть ли какая-то линия, может быть... Если он находится на природе, нет возможности обратиться в медицинское учреждение, он должен самостоятельно удалить клеща. Каким образом? Давайте об этом поговорим. Значит, или пинцетом, или нитью захватывается клещ, и такими медленными поступательными движениями он, скажем, вытаскивается. Да, вытягивается. Желательно, чтобы не осталась головка клеща, или он не был раздавлен. Чем раньше клещ будет удалён, тем меньше вероятность заболевания, тем меньше доза вируса попадёт. Как обрабатывать, либо какие медикаменты нужно пропить? Это и от любой спирт, содержащий жидкость, если есть спирт, спиртом, да. Протереть это место, да? Да, любое дезинфицирующее средство протереть, и в любом случае потом, даже при наличии телефона, необходимо обратиться в медицинское учреждение. Потому что самостоятельно никто диагноз не поставит. А дополнительно, помимо спреев разных, какие-то, может быть, медикаменты есть пропить, чтобы укусов предотвратить, не быть таким лакомым кусочком для клеща? Нет, значит, каких-то предохранительных средств, кроме вакцины или, скажем, против клещевого иммунного дубли не существует. Скажите, а вакцина на 100% защищает человека от клеща, от укусов клещей или от его последствий? Вакцина против клещевого вируса энцефалита, если она сделана, значит, полный курс, то она дает эффективный, стойкий иммунитет на 3 года. А сколько курс длится? Курс длится из двух прививок. Проводится одна вакцинация осенью, другая зимой и еще одна ревакцинация через год. Благодарим, Альберт Махтарович. К сожалению, время ограничено, поэтому ограничимся этой информацией. Я думаю, было полезно послушать нашим телезрителям. Мы напоминаем, что в студии сегодня в прямом эфире с нами говорил руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Альберт Аскаров. Спасибо вам. Хорошего дня. До свидания.